Необычный бизнес с крайне оригинальной схемой вскрыли на Урале. Предприимчивые саратовцы в течение нескольких месяцев умудрялись нелегально качать керосин на заброшенных аэродромах, а затем продавать его. С виду хитроумная схема добычи была достаточно простой. Дельцы выяснили, что в советское время на большинстве аэродромов Союза излишки топлива сливали в землю. Официально сдавать их было слишком хлопотным делом. За годы в недрах скопились огромные залежи керосина. Пятеро жителей Саратова раздобыли карты заброшенных российских военных аэродромов, провели разведку и начали добычу. Бочки с топливом обнаружили свердловские оперативники. Вот уже готовая продукция. Вот мы ее видим. Отключим. Вот так происходит добыча. Одной из баз стала площадка Салка под Нижним Тагилом. Два нефтяника пробурили здесь 67 скважин и добывали из них смесь воды, песка и керосина. В бочках после отстаивания проходила обычная физическая реакция. Керосин всплывал вверх, в середине оказывалась вода, а твердые осадки опускались на дно. Затем уже готовый продукт собирался в бензовоз и отправлялся в Саратов. Дельцы выполняли по два рейса в неделю, по 37 тонн в каждом. В Поволжье топливо обогащали присадками и продавали фирме, снабжающей керосином российские авиакомпании. По данным экспертов, крайне сомнительная смесь вполне могла быть опасной. Так это или нет, предстоит проверить следователям. Они возбудили уголовное дело и сейчас выясняют, каким именно фирмам был продан керосин.